Лен, а что вас связывает, скажите, с Ярославом Евдокимовым? Секрет на тысячу рублей. Не на тысячу, гораздо больше. Первый раз мы встретились с Ярославом, это был какой-то 2003-2004 год. И вы знаете, я девчонке влюбилась. Я никогда Ярослав тебе этого не говорила, ни словом, ни взглядом. И я тогда была замужем. А ты была замужем? Да, я была замужем. Ты был свободен, правда, но все равно я была счастлива в браке. И я никогда не говорила тебе об этом. Но это чувство никому не говорила. Это только во мне. Я говорю это сейчас, первый раз, потому что боюсь, что больше... Но вдруг мне представится такой возможность. Тем более у меня уже второй брак, поэтому нормально. Ну могла бы сказать. И вот это чувство... Ну как, а вдруг ты бы ответил взаимностью, что бы мы делали по-настоящему? Ну, 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 хорошо бы все было бы. Наталья Нурмухамедова, сколько раз замужем в 15? Девять. Девять. Поэтому я понимаю, что это вот ваше страдание. И я так хотела, я так хотела материализовать это чувство, материализовать. И я написала песню специально для тебя. Да, я не понял. Я представила вот твой образ. Я списала только под тебя, Ярослав. Вот я сейчас первый раз говорю с экрана телевизора, что песня «Галина» была написана для Ярослава Евдокимова. Это он об этом знает прекрасно. Но так получилось, что у меня не было напрямую его телефона. И спела ее работа. Я передала его директору. Прошла неделя, и мне звонит и говорит, Лена, ему не понравилась песня. Он сказал, что там слишком много куплетов. Я плакала три дня. Да ты что? Вот сколько писала песен, столько я потом плакала. Я так мечтала, чтобы ты ее спел. Да спою, давай, все, я спою. И потом уже прошло много-много лет. Зато твоя, даже теперь это стала твоя визитная карточка. Давай, напомни, освежи, освежи песню для Ярослава. Ну-ка, мы споем ее прямо по-хорошему. Давай, как там? Это песня? Да, конечно. Поддержите. Давайте мы споем ее прямо по-хорошему. Давай. Неужели сейчас, неужели сейчас моя мечта осуществится, неужели моя мечта осуществится сейчас, Ярослав? Спасибо тебе большое за отрекетные слова. Это просто космос какой-то. Пой! Встаем! Пой! Хотела по свету, колесил я много лет, но счастья так и не нашел. Детишек нет, жены его тоже в общине нет, и на душе нехорошо. Видал я много разных стран и городов, над нами шар земной крутил, чтобы лосил. Да, только в сердце свою первую любовь всегда носил, всегда носил. Ну что, в своем? Растет, а растет, а вот и дома калина. Пойдем! Растет, а вот и дома калина. Пойдем! Да я никого! Все туда не дайду! И живет, 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 а вот и дома, да, не галина. Да я никого! Все туда не дайду! А помнишь, Галя, как я в армию пошел? И от тебя все ждало письма, А до рук собрал, что я другую там нашел. И ты поэрила в слова, Я столько лет тебя пытался позабыть, Бежала по совету, как чумной, не чуя, но... Но разлюбить себя, родная, разлюбить, Так и не смог, так и не смог. Растет, растет, а вот эта макалина, Растет, цветет на мою на виду. И живет, живет в этом доме галина, Да я никак, все туда не даяду. И живет, живет в этом доме галина, Да я никак, все туда не даяду. А сейчас моя соперница Ангелина Бог выходит. На голове полным обоналов сыны, Да кружит злое воронье. Встречал я женщин умных, сильных, а молодых, Да не похожих на нее. Промчались годы молодые, ну и пусть, И наше счастье еще будет впереди. А я вернусь, я обязательно вернусь, Ты только жди, а ты только жди. Растет, растет, а вот эта макалина, Растет, цветет на мою на виду. И живет, живет в этом доме галина, Да я никак, все туда не даяду. Спасибо. Спасибо.